В Ульяновской области восьмой раз прошла масштабная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант-2022». В этом году геодиктант написали более 23 тысяч жителей региона. Для них работали 395 зарегистрированных площадок. Самой массовой традиционно стал Ульяновский педагогический университет. Здесь написали диктант более 500 человек. Мне нравится принимать участие в географическом диктанте. Я проверяю свои знания остаточные, потому что я уже давно не изучаю географию, занимаюсь математикой. Это очень интересно. И всегда попадаются такие вопросы, которые хотелось бы проверить и может куда-нибудь съездить. 40 вопросов и 45 минут на поиск ответов. Тест разделен на две части. Первая состоит из простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Чтобы справиться со второй, требуется эрудиция и логическое мышление. Как отмечают организаторы, с каждым годом желающих проверить знания становится все больше. Практически нет вопросов, связанных с конкретным знанием каких-либо географических понятий, терминов и координат. Скорее это вопросы на логику, на размышления. Но важно отметить, что все-таки диктант, хоть он так и называется, и рождает ассоциация с каким-то проверочным мероприятием. Это все-таки не экзамен. Это все-таки праздник. Это все-таки повод еще раз обратиться к невероятной красоте нашей страны, нашей малой Родины. Принять участие в интеллектуальном соревновании самим собой смог каждый желающий, без различий по возрасту, регалиям и должностям. Ответить на вопросы большой викторины наравне со студентами и школьниками пришли их преподаватели, пенсионеры и представители власти. Принимать участие в географическом диктанте стоит для того, чтобы освежить свои знания о родной стране, для того, чтобы не подобрать материал для работы со студентами, так как мы готовим будущих педагогов. Ну и, соответственно, приятно это сесть тоже за парту. Диктант анонимный. У каждого участника индивидуальный номер. По нему он сможет проверить результаты на сайте Русского географического общества. Там же онлайн-версия теста для тех, у кого не получилось прийти на площадки. Время есть до 10 ноября.